И сейчас хотелось бы такой шуточный портрет предоставить для вас. Обычно я прошу каждого нарисовать свой, но так как сегодня у нас и так уже много времени прошло, я просто покажу такую сборную солянку из того, что я собрала на своем опыте, как люди видят портрет человека, который выгорел на работе. Ну, первое, это он сомневается в общей полезности своей деятельности. Он в целом не понимает, он приносит все-таки прибыль компании какую-то или нет. Второе, он обесценивает свои профессиональные достижения. Мы об этом сегодня уже говорили. Третье, это формально исполняет свои обязанности. Это апатия, то, о чем мы тоже сегодня говорили. Четвертое, это негативно и цинично относится к клиентам, коллегам, семье. Следующая стадия, да, вот этой агрессии, когда человек не находит других ресурсов, других источников. Как же подживиться энергией, как же сбросить в себя стресс, кроме как за счет других. Следующее, это теряет продуктивность или поддерживает ее ценой своего здоровья. Очень часто я вижу следующие ситуации, когда какой-то успешный SEO, сейчас я говорю какой-то, вижу перед собой, да, портрет своего друга, заканчивает очень сложный, дорогостоящий проект, который длится практически год, там даже немножечко больше. И вот до того, как мы с ним встретились, да, он на пару лет старше меня, у него шикарная черная грива волос. А после проекта, когда мы встречаемся, он сидеет, да, далось это чем? Как бы далось это стрессом. Точно так же набор или сброс веса, точно так же проблемы со сном, которые сейчас присутствуют у огромного процента населения. В частности, я недавно изучала одну работу по поводу айтишников в Силиконовой долине. А больше трети не засыпает без таблеток, да, грубо говоря, без снотворных. Разве это нормально? Ну, как бы такой открытый вопрос, но, по-моему, это очень страшная цифра. Следующий момент, это постоянно ощущает опустошенность. Этого человеку, да, который уже, в принципе, приблизился к бурнауту, сложно чем-то доставить удовольствие. Какие-то покупки, они не радуют. Какие-то достижения в спорте или другой активности, во-первых, они редко случаются, потому что человеку и этим, грубо говоря, не в настроении заниматься. Во-вторых, когда случается, ну, э, достиг я, окей, как бы буду двигаться дальше, как бы или не двигаться дальше, а мне как бы все равно, да. То есть этого человека очень сложно порадовать. Чаще всего мы видим, как говорится, офисный планктон, который просто после работы в бар, потом там фильм, спать. После работы в бар, фильм, спать. У них все происходит абсолютно циклично, абсолютно рутинно. Сказать, что они получают удовольствие, нет, они не напрягаются, они для себя создают видимость какой-то активности, разнообразие в жизни. Где-то ставят галочку, а могу себе позволить, как бы и все, и все. Вот это тоже один из больших признаков, да, когда человек уже близится от усталости обычной, да, к бурнауту. Ну, и один такой большой момент, это опаздывает, приходит слишком рано на работу, уходит раньше, задерживается допоздна. Это очень интересный момент, который я наблюдала на личном опыте, когда сотрудники меняют свой характер, да, свое поведение на работе. Особенно это с теми, которые находятся в стадии апатии, да. Они не могут сабантовать как-то, они не могут по-другому показать, что у них внутри что-то происходит. И у них автоматически, абсолютно, да, как бы они этого сами не понимая, меняется распорядок дня. Тот, кто приходил, например, с 8 до 17, вдруг начинает являться на работу с 10 до 19. Да, вдруг, ты не спрашиваешь там, Коль, у тебя что-то поменялось? Ну, это допустимо, да, то есть это не нарушение, но это там крайне разрешенное время, когда человек может прийти на работу. Ты задаешь вопрос, у тебя что-то поменялось? Нет, я просто поменял вот свой распорядок, я хочу теперь делать по-другому. Ну, окей. Или там те сотрудники, которые всегда ходили, грубо говоря, с судочками, ели в офис, вот бац, их на обед, там час, а то и более, как бы нет, они где-нибудь по кафе лазят, чекинятся и пишут, грубо говоря, комментарии о том, как они проводят свое время. Это тоже в каком-то роде, да, маленький протест, который происходит внутри человека. Когда ты у него задаешь вопросы, да, там, а что с судочками случилось, надоело готовить? Ой, честно говоря, не знаю, как-то в один прекрасный момент решил выйти, да, там, или еще что-то. Это, безусловно, все говорит о том, что у человека внутри стресса. Это самые легкие чаще всего какие-то стадии, если они есть, там, ханимун или что-то в этом роде. Тем не менее, это звоночки, что с человеком что-то происходит, и грамотный менеджер должен присмотреться, да. А что еще, помимо вот таких вот ярких деталей, поменялось в поведении сотрудника, в работе, что с кодом творится, как он рисует, когда он сдает задачи и так далее и тому подобное. Ну и хороший вопрос, да, в этом всем, что же делать, если выход из этой ситуации. Я сейчас попрошу каждого из вас взять листочки бумаги, ну, какие угодно. У меня вот тут А4 где-то лежит. Вы можете взять тетрадный, как бы мы проведем с вами маленькую игру. Я попрошу вас одну руку убрать, если вы левша, то, естественно, в левую, если правша, то в правую. Одну руку убрать, а в трое ставить. И давайте с вами скомкаем шарик. Ровненький, красивенький шарик, да. Комкаем, я надеюсь, вы уже тоже начали. Одной рукой. Не помогать коленом, не помогать столом, стулом, полом. Только одной рукой, да, договоримся. Вот мы комкаем красивый шарик. Ну, кого какой красивый получился, у меня вот такой получился. Не очень шарик, не очень красивый. Ну, и теперь следующая задача абсолютно простая, да, как бы как скомкали, так и раскомкайте. То есть, пожалуйста, сделайте из этого шарика снова ровненький, красивенький листочек бумаги. Тоже одной рукой, напоминаю, мы не помогаем столом, стулом, коленями. Поверьте, я видела это очень много, лицом, носом. Чем бы вы там не хотели помочь, мы не помогаем. Ну, так, наверное, можно делать, потому что у меня что-то вообще не разгибается, не разжимается. Так, пытаемся все-таки его в листочек превратить. Стараемся, да, прикладываем больше усилий, чем на самом деле, когда мы комкали шарик. Так, пытаемся еще, еще. Ну, на данный момент, давайте так, чтобы не тратить много времени, как бы это все, что я смогла сделать. Да, вот такой вот ровненький относительно листочек. Ровненький он мне не очень. Стал ли он гладеньким таким, как он был? Нет, тоже все равно не стал, да. Лучше, чем был, когда был шариком, но как бы все равно не то же, что было изначально. Вот, в принципе, точно так же, да, на примере этого листочка мы можем провести какие-то параллели с нашей собственной жизнью. Вы это чистенький, да, гладенький листочек, который пришел на работу и готов делать многое, готов вкладывать силы и энергии. Потом в какой-то период вы начинаете скомкиваться, да, вот в этот вот шарик постепенно, постепенно, постепенно. Происходит это безболезненно, потому что вы сами, в принципе, даже чаще всего не замечаете, как это происходит. Что же подтолкнуло вас к этому всему, что же привело вас к тому, чтобы вы оказались в том месте, где вы есть, как бы. Но, тем не менее, когда вы уже становитесь вот этим шариком, чаще всего это чувство какое-то болезненное, да, вы уже видите какие-то нарушения, отклонения в своем поведении, в своем распорядке. Вы понимаете, что надо что-то менять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова